А ты кто? Я пытаюсь вытащить оттуда кошку. Она стащила одну из моих печенек и проскользнула туда. Ты мне поможешь? А вот она как раз мне и нужна. Эта кошка. Ой, да сколько вас тут? Какая из вас наша, признавайтесь. Всем привет, меня зовут Дмитрий, канал Уфоплей, и мы продолжаем Final Fantasy VII ремейк. В прошлом видео мы начали выполнять квесты от мирного населения, чтобы заработать себе репутацию, поднять денег. Продолжаем. А пока мы продолжаем, подписывайтесь на канал, нажимайте уведомления, чтобы не пропускать следующее видео по этой и другим играм. Так, куда нам надо? М не то, Н. Квесты. За крысами мы потом поохотимся. Босс вряд ли заспаунился. Потерянные друзья. Пойдем поищем потерянных друзей. А чтобы найти потерянных друзей, нам нужно развернуться. И идти в обратном направлении. Правильно? Правильно. Так, сейчас будет поворот. И мы как раз выйдем к нашему квесту. Ну что, кто тут друзей потерял? Покажись. Девочка. Привет. О, привет. Э, Мерлен с тобой? Нет. О, ладно. Я надеялась, она поможет мне найти моих друзей. Я знаю того, кто тебе поможет. И этот парень прямо перед тобой. Правда? Хорошо. Я тебе все расскажу. У них длинные руки и ноги, а еще они немножко худенькие. Они любят места, где есть еда, и добрых людей, которые дают им вкусняшки. И замкнутое пространство. И да, еще они все кошки. Я должен искать кошек? Они все дружелюбные, так что если позовешь их, они прибегут. Все трое. Так. Ищем кошек, да? Они любят людные места, например, дорогу на станцию. Там многие останавливаются, чтобы поиграть с ними. Угу. Дорога на станцию нужна, значит. Где у нас станция? Вот станция. Отлично, идем на станцию. Разворачиваемся и бежим. Интересно, а почему не отмечается местоположение вот этих вот кошек? Погоди, ты слышал, может это одна из кошек Бетти? А, вот, котейка. Все-таки можно гладить котейку. Поглажено. А сколько котеек мне надо найти, кто знает. Ладно, побежим. Одна котейка была возле бара, точно. Поищем здесь и вернемся в бар. Обожают людные места, значит. Надеюсь, эти котейки в беду не попадут. Котейка! Кыс-кыс-кыс! Людное место, где котейка? Нет котейки. Может быть, это она и была, которая, типа, по пути на вокзал? Должна была мне встретиться. Ладно, я точно знаю, где есть еще одна. Но не знаю, сколько их мне вообще нужно отыскать. Может, написано? Бежим искать кошечку. Бежим искать кошечку. Где там наш бар? У него на крыльце котейка тусовалась. Мяу, слышу, мяу. Погоди, если слышал, может, это одна из кошек Бетти? Привет. Задание потерянные друзья. Неужели готово? Идем получать благодарности за потерянных друзей. Ну что, нашли твоих котеек? Они могут оказаться там, где есть еда. Мерлин говорит, что всегда подкарпливает их около седьмого неба. Это еще не все. Да, много кошек крутятся возле зала новичков. Ты знаешь это место? Вокруг него стоит множество домов. Еще две котейки найти. Ах, ничего ж себе. Ну где ж мне их всех искать-то? Ну, мяукни хоть что-нибудь. Здесь уже выход к боевке. Вернее, к опасной зоне. Я что, всю серию кошек буду искать? Ну нафиг. Собака мне не нужна. Мне нужна котика. Люди добрые, котейку не видели. А ты кто? Я пытаюсь вытащить оттуда кошку. Она стащила одну из моих печенек и проскользнула туда. Ты мне поможешь? А вот она как раз мне и нужна. Эта кошка. Ой, да сколько вас тут? Какая из вас наша, признавайтесь? Ты? Да, ты. Остальные... С остальными не взаимодействуем. Вот, отстой. Или это одна и та же убегает от нас? Чувствую, это все. Кошки в безопасности. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, довольна девочка? Что? Они все убежали? Так я никогда их больше не увижу. Вот и вы. Вы вернулись. Они говорят, что страшный дядя напугал их. Спасибо вам. А вот это было обидно. Не такой уж я и страшный. Все прошло на ура. Похоже, ты нашел свое призвание. Ну, пожалуй, было неплохо. Рассматривай каждую работу как возможность. Возможность не заработать денег, а обзавестись знакомствами. Важно не то, что знаешь, а кого знаешь. Ты запомнил. У меня терпеливый учитель. В следующий раз терпения может и не хватить. Ух, страшно. О, Барретт уже должен был закончить сбор денег. Так что будем делать? Вернемся в бар? Рано еще в бар возвращаться. Я квесты недовыполнял. Я еще крысу не убил. И много чего хорошего не сделал. Ф2. Посмотрим. Зареспилась ли там нужная нам зверюга. Глядишь хоть в этом видео, подеремся немножко. А то так по трущобам все время проблуждали в поисках котейки. О, я вижу большую мышу. Все-таки заре спилась. Ну, сейчас я ее пошинкую. Роковая крыса. Так, способности первым делом изучим. Роковых крыс. Разновидность крысы-оборотня. Но крупнее и умнее своего генетического родственника. Эти существа не боятся людей и будут мстить тем, кто причинит вред их собратьям. Паразитам. Опыт 20. Ладно, слабость-холод. Отлично. Ждем, пока зарядится Тифа. У нее там стояла материя холода. Клауд, бить будем или нет? Мечом махай. Что ты в блоке стоишь на автомате? С крысами нужно драться. Магия. Метель. Посмотрим, как крысы морозятся. Не так усиленно и действуют. Они просто жовские такие. Первая готова. Бить по трем фразу? Вернее, по трем врагам? Хорошо. Полезный навык. Особенно, когда много мелочи всякой. Бей, бей, Клауд. А что по способностям Тифа? Двойник. Все, раскидали. Как же хорошо, что здесь можно вернуться после выполнения квеста сразу к тому, кто тебе его дал. Это просто счастье. Ну что, деньги давай. Я выполнил твой квест. Удалось наконец разобраться с ними? Спасибо, ребята. Вы действительно лучшие. Здесь было такое затишье. Думал, что магазин придет совсем прикрыт. Послушай, а у меня есть мысль. Если парень, разобравшийся с городскими крысами, расскажет всем, где он обычно закупает... А? Как тебе? Недаром, разумеется. Я дам тебе на это стимул. Замолвлю за тебя словечко перед Вайманом и остальными. Будешь купаться в заказах и глазом моргнуть не успеешь. Да, конечно. Замечательно. Другого я и не ждал. Седьмое небо. Новый наемник и моя маленькая лавка. Я уже это вижу. Наши дела точно пойдут в гору. Да вы совсем там все с дуба рухнули. Будто бы... Извините, я ходящий билборд с вашей рекламой. Вы мне еще свой бренд, блин, на лоб приклейте. Тому рекламу, этому рекламу. Всем рекламу подавай. Деньгами вы лучше заплатили. Замолвлю словечко. Все такое. Что там дальше у нас по квестам? Неприятности на фабрике? Неприятности? Так неприятности. Как раз идем к неприятностям. Правильно идем? Только я их не отметил. Сейчас исправим. Ф2. Ой, Ф2. Отлично. Бежим к неприятностям. Может быть получим что-нибудь хорошее? Не сюда, тут мы уже были. Неприятности в другой стороне. Что-то не так? Давай проверим. Держитесь подальше от меня. А ты кто такой? Отвалите от меня, придурки. Я нихрена не сделал. Заткнись, мразь. Да пошли вы все. Что случилось? Некто пошел и украл трючатку со склада Синдера. Общественная безопасность начала задавать вопросы. Ну, и ты знаешь Джонни. Я так понимаю, это из-за взрыва реактора. Могу ошибаться, конечно, но что-то мне подсказывает, что сниками ему не отделаться. Мы должны спасти его. Он из лавины? Нет, он не в курсе, чем мы на самом деле занимаемся. Но он что-то подозревает. И он болтун. Знаешь, наверное, мне лучше пойти одной. Я с тобой. Эм, ты уверен? Это меньшее, что я могу сделать. Веди. Спасибо. Идем. Но я не по тому квесту хочу идти. Я хочу по второстепенному, чтобы меня по этому сюжетному повели. Ну ладно. К неприятностям на фабрике мы еще вернемся. Пока спасем болтуна. Что за черт, мужики? Вы хотите мне руку сломать? Тащишь меня вот так по улице. Ай, какое невежливое и жестокое обращение. Давай, подойдем поближе. Любит Клауд искать неприятности на свою пятую точку? И типа ему в этом помогает. А простого гражданина не станет воровать перчатку. Так скажи, почему твой электронный пропутк высветился, когда мы проверяли журналы склада? Это какая-то ошибка. Я никогда и близко не подходил к складу Синра. Если только это была Джесси, она сперла мой пропуск. Твой пропуск никогда и не регистрировался, тупица. И вообще, по нему ты никогда бы не проник на территорию Синра. Но не волнуйся, у нас полно времени, чтобы помочь тебе разобраться и все вспомнить. Клянусь, все, что ему нужно было делать, это держать рот на замке. Так, отвлеки офицеров, а я что-нибудь придумаю. Идем отвлекать! Офицеры! Сейчас я вас бить буду. Постараюсь не сильно. Отпустите его. А ты кто? Открепление? Это... Это то, о каком я думаю? Ура, ребята! Вы реально пришли спасти меня! Лав! Эй, какого хрена ты делаешь? Поехали! Первый пошел. Дальше. Огоньку не найдется. Охранник... А, держи огонь. Ха, какие-то они слабенькие. Рубим, рубим, кромкаем охранников. Чтоб они наших болтунов не похищали. Все, отпечка закончилась. Что теперь? Он болтун. Нет! А? Он же не собирается? Стой, подожди, не делай этого, мужик! Хочешь жить? Проваливай к чертям из города. Тебя понял, босс! Ты никогда больше меня не увидишь, клянусь. А глаза развязать? Ты уверена насчет него? Это большой риск. Я знаю, но... Я знаю, но все нормально. А что с ними? Хватит с них. Конечно, хватит. Клауд, ты пугаешь меня. Нужно идти, пока они не очнулись. А, так мы их просто вырубили. А я думал, зарубили нафиг. Но с другой стороны, зарубленные они исчезают. Хорошо, а уж теперь вы дадите мне пойти по второстепенному заданию? Я... я переживаю за Джонни. А я больше переживаю за нас. Нам нужно идти, да? Да. Что? Просто ты сильно изменился. Что именно? Я думаю, что это твои глаза. Да, раньше они были другими. Это из-за Мака. Я ведь солдат. Помнишь? Помню. Так чем займемся сейчас? Пойдем в бар? Или хочешь еще поработать? Конечно, выполняем другие задания. Какой нафиг бар? Я на фабрику хочу. Там неприятности. Неприятности хочу. Где мои неприятности на фабрике? Здрасте. Привет-привет. Ого, кто тут у нас здесь? Кажется, ты тот самый наемник, о котором я так много слышал. Ты ведь здесь не ради покупок. Не так ли? Люди были правы. Ты выглядишь так, будто справишься с чем угодно. Несколько дрейков устроили себе гнездо на заброшенной талагерской фабрике. Эти проблемы совсем ни к чему. Мои постоянные клиенты готовы на все, чтобы получить лом оттуда, но если они столкнутся с дрейками, то могут пострадать. Я позабочусь об этом. Премного благодарен, сэр. Отправляйтесь на вторую фабрику и поговорите с Найджелом. Это охранник у входа. Удачи, рассчитываю на вас, друзья. Сейчас все сделаем. А что ты продаешь? Зелье эфир? Ладно, и то, и другое мне не нужно. Ничего себе мне пелячить! Да, этих неприятностей ваших. Туда бегу? Туда. Хорошо, что я туда бегу. Почти прибежал к неприятностям. Ну, пропускайте меня. Ого! Ты с пушкой не смог справиться! Фабрика закрыта для посещения. Внутри обнаружены дрейки. Подожди-ка, Тиффа. Только не говори, что ты здесь, чтобы заняться тварями. В таком случае, проходите. Нам известно о двух группах, снующих тут по территории. Отыщите и прикончите всех. Сейчас разберемся со всеми вашими дрейками, или как они там называются. Заброшенная фабрика. Заброшенная фабрика. Где враги? Изи. А, пиявки. Дрейки. А нет, это горгесы какие-то. Сейчас узнаем, что это такое, и с чем его едят. Вдруг вкусное. Горгер Огромные насекомые, расплодившиеся по всем трущобам Они всегда передвигаются стаями, выискивая объедки и нападая на всё, что движется, будь то мелкое животное или человек Слабости, холод Холод? А что это их... пожарить немножко? Хм... Всё работает! Не только холод, слабость Ой, он на меня накинулся Так, здесь на английском, здесь я читать не буду Мне надо снять его с нашего Клауда Да что ты с ними целоваться все ледишь, Клаус Хватит уже Чё, помрёшь ещё Вот так-то лучше Ого, какая большая фабрика Исследуем, исследуем Ты ты умер Ты умер Ты умер Ты умер Летающий? Да ничего себе Ты умер Стрелков нет Как я тебе его достану? Хорошо, что я прыгаю Высоко Первый дрейк готов Готов Сейчас мы с остальными справимся Так, здесь я ничего не пропустил На всякий случай загляну А то там как-то карта странно выглядит Здесь кода нет А здесь всё закрыто Коробочки Хорошо А эти не рубятся Ладно Жалко Эй, а дверь мне открыть Обидно же Из этих дверей мне теперь Такого круголя делать нужно Как-то же их можно открыть Наверное Теперь ясно Обниматься любят Не хочу я с вами обниматься Мне в своё время Обнимашек с микроморфом Не хватило Опять Что ты будешь делать, а? Вот так-то Развалились Пиявушки Ну вот Собственно сюда Нас не пустили В прошлый раз Изи Изи Какое изи Теперь их двое Прыгать Залбаешься Пока всех разрубишь Изи ему А Дрейка я Сканировал? Вроде бы нет Малый Дрейк Летающие ящеры Живущие в трущобах И способные Кастовать Простейшие заклинания Обычно Они поднимаются Невысоко от земли В отличии от Их более крупных Собратьев Слабость ветер А ветра у нас нет Ну или магия воздуха Как оно там Ты меня сейчас Задолбаешь У меня уже полздоровья осталось Зелье съесть придется Все не про себя Ура! Ура! Мы сделали этот квест Выполнили Зачищено Ха-ха Справились с ящерами Как раз вовремя Потому что у меня Будильник прозвенел А это значит Что нам пора Завершать Данное видео Квест задим И будем Заканчивать Избавился от этих Дрейков на фабрике Какое облегчение Не терпится сообщить Своим клиентам Хорошие новости А ты хорош Это точно Так держать И я вижу Ты далеко пойдешь В этом городе Я поработал тут Со многими За долгие годы И уж поверь Я знаю О чем говорю И похоже Твоя помощь Вновь не помешает Кажется Еще какие-то Летающие твари Доставляют неприятности Спорим Тебе и этого будет Мало Ну Нет Я все понимаю Но если ты в чем-то Хорош Почему бы на этом Не заработать Может я плохо тебя знаю Но я сразу вижу Человека Нашедшего свое призвание Так держать Периодически Я устраиваю Акции на свой товар Так что заглядывай Если будешь Неподалеку Хорошо Отлично Подняли деньжат Завершили задание Что там у нас По заданиям Осталось Буквально Чуть-чуть Побочных квестов И все И пойдем Уже по основному Ну что ж Продолжим Выполнять задания В следующем видео А пока Подписывайтесь на канал Комментируйте Критикуйте Предлагайте Жмите на колокольчик Чтобы не пропускать Следующее видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok